Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна? С вами снова я, Ваша Вивьена. Ваша Вивьена на основном канале Вивьена, Ведунья Вивьена. Подписывайтесь на второй канал, он называется Ведунья Вивьена, Эзотерика и Жизнь. Ссылка дана в описании под видео. Если вы смотрите с телефона, пальчиком нажимаете на название видео и у вас выходит описание. И в описании есть ссылка на второй канал. Нажимаете на эту ссылку и сразу переходите на второй канал. В конце каждого видео, в конечных заставках, есть аватарка с этого канала. Можно там нажать, круглая аватарка, такого немножко темного цвета. Я смотрю на море, еду в машине и смотрю на море. Едем по берегу, там видно, что лицо так немножко отвернуто. Смотрю на море. Можете нажимать там, тоже выйдете сразу на второй канал. На втором канале, пока я показываю только расклады, вообще планирую немножко расширить. Там будут чистки, медитации, восковые отливки. То, что вам поможет в вашей жизни. И что вы можете научиться сами, если будете развивать свою силу. Эзотерика и жизнь. Эзотерика и есть жизнь. Что еще хочу вам сказать. Сегодня мы с вами сделаем расклад. Он будет на один вариант. Кому-то нравится по вариантам, кому-то нравится общий один расклад. Выбирайте. Теперь есть два канала и будете смотреть. И так, и так, как хотите. Тема видео будет такая. Разговор с душой вашего любимого. Это может быть и настоящий, и бывший, и с кем вы в ссоре, любого человека. Но не советую заказывать тем, у кого прошло по 25 лет, по 30, по 40. Мы когда-то в молодости встречались, расстались, нас там развели. И, извините, это уже другая жизнь, другие судьбы, вероятность правильного ответа, ну, может быть, 0-0-0-1%. Потому что уже разные судьбы вас сводили для чего-то, выполнили программу и разошлись. Хочу вот еще о чем сказать. Сегодня хочу поговорить о новых знакомствах. Но хочу сказать вот еще одну главную вещь. Очень часто пишут. Верните мне моего любимого. Ну, раз он ушел от вас, уж точно вы для него уже нелюбимая. Когда вы говорите, что вы от магии увели, поблагодарите небеса, что ангелы, вы не слышали раньше, когда он над вами издевался, когда он делал что-то ужасное, когда он манипулировал, когда забирал у кого-то деньги, душу, тело заодно. Но вы не хотели этого слышать и видеть, тогда ангелы посылают палача в виде, да, в виде какого-то заказа на колдовство. Это таким образом. Уже больше сил нет у Вселенной. Она говорит, ну, тогда вот так. Извиняюсь, пусть так больно, но зато есть результат. Если от вас кто-то ушел, это бывшее, это прошлое. И после возврата, даже если вы его вернете, хорошего ничего не будет. Будет, да, слово хорошо, серо. Вот как возьмете серую краску и всю себя измазюкаете. Сначала, может быть, дней десять, может быть, месяц будет, да, он будет практически, может быть, как шелковый. А потом он станет точно таким же. И в тысячи раз еще страшнее начнется повтор. Круг завертится с большей скоростью. Потому что Вселенная от вас увела ненужного человека. А вы его любым способом возвратили. То есть вы получите такие пощечины, вы получите такие кулаки под дых, что дышать просто не сможете. А выльется это в смертельные болезни. Я очень много работаю с людьми, и я это все анализировала, а не просто так вам говорю. Кому не нравится слушать мои сказки-рассказки, как некоторые пишут, то, пожалуйста, тайм-коды у меня всегда стоят. У меня стоит тайм-код на гадание. Сегодня я хочу с вами поговорить о новых встречах. Вот когда мы знакомимся с человеком, неважно, мужчина, женщина, подруга какая-то новая, неважно. Я говорю просто про новые встречи. Что происходит? Что происходит? Происходит такая вещь. Нас чем-то человек заинтересовал. Он нам нравится. А теперь будем смотреть, понимаете, узнать, тот этот человек или не тот. Особенно, когда это противоположного пола человек. Тот он или не тот. Если, когда вы познакомились с человеком, допустим, с мужчиной. Любовь, все, фейерверк. Это может быть и кармическая связь. Отработка с прошлых жизней. Это может быть просто встреча в нашей реальности. Если в течение месяца, полугода, или если вы даже живете с этим человеком, замуж даже вышли. Или живете с ним в течение месяца, полугода, года. Ваше финансовое благосостояние уменьшается. Допустим, потеряли работу. Потом еще что-то. Два раза потеряли работу, меняли. Какие-то долги появились. Если ваше материальное благосостояние уменьшается, запомните, не ваш человек. Он влияет на вас отрицательно. И вам показывают небеса. Беги, беги, иначе ты в луже будешь. Иначе тебя будут унижать, принижать и измываться, издеваться над тобой. Второе, я уже говорила. Когда действительно любовь морковь. Когда человек кушает, ест. Ну, допустим, в кафе, в ресторане, дома у вас. И он и чмокает, и причпокивает, и припукивает, и чего только не делает. И хрюковает. А вы сидите напротив и говорите. Ой, как же он вкусно ест. Таким аппетитом. Самой кушать хочется. Это тоже еще один признак, когда человек, в общем-то, ваш. Душа ваша. Но самое главное, если с этим человеком вы начали терять материальное благополучие, или вообще вы стали рабой, то есть вы не работаете, все запомните. Если у вас не поступают свои собственные деньги, это не ваш человек. Когда мне спрашивают, а почему вы так считаете, что когда мужчина, ну, женщина замужем не работает, мужчин ей дают деньги, она покупает себе там вещи. Это так не должно быть. Нет, не должно быть. Потому что все, что мы приобретаем, должно приобретаться только за те деньги, которые мы заработали. И это держится, и это крепко. Даже наследство, когда получают, оно куда-то профуфыкивается, никто не поймет, куда делось. Жены разводятся с мужьями, мужья богатые, оставляют им бизнес, кафешки, салоны. А потом раз через пять лет у этой мадамочки ничего нет. А потому что это не ее, не на ее средства. Все, что не на ваши средства куплено или сделано, на кредиты точно так же. Все будет между пальцев пролетать. Или не будет давать прибыли, или просто развалится. Такой закон денег. А про женщин, которые не работают, а замужем, мужья очень многие именно выдают как зарплату своим женам. Они дают деньги, говорят, это тебе на все хозяйственные расходы. То есть за то, что ты выполняешь вот такой труд. За детьми смотришь, готовишь и все прочее. Когда он выдает это именно как заработную плату за ваш труд, а домашний труд очень тяжелый. Его просто не видно. Тогда, да, тогда все становится на место. Он оплачивает вашу работу, ваш труд. Вот что хотела вам сказать, чтобы вы задумывались. Многие вообще не задумываются о том, как работают деньги, что они делают, почему они исчезают. Почему начинаете вот еще так же. Если вдруг при знакомстве с человеком вы начинаете болеть, исчезают денежные средства, запомните, не ваш, вам ангелы в ухо прямо уже не просто шепчут, а кричат, беги быстрей. А вот когда вместе с этим человеком у вас повышается благосостояние, ваше, когда у вас здоровье начинает, вы молодеете лет на 20, здоровье пышет, вы радостные, счастливые, вы улыбаетесь всему миру, это ваш человек. А там уже надо только строить отношения. Вместе построите, да, будете вместе, рука об руку идти в жизни. Потому что отношения между людьми нужно строить, так же, как на работе, коллеги. Это все строится. Это уже человеческий фактор. А сначала я вам говорю, на что нужно обратить внимание. Хорошо, моя говорилка такая маленькая закончилась, маленькое вам напутствие. И запомните, я такая же, как вы, и тоже так же наступаю на грабли, и точно так же плачу, потому что я женщина. Просто умею вовремя, если на меня что-то накатывает, это остановить. Есть очень много методик. Очень много методик, которые люди придумали тысячи-тысячи лет назад и сейчас. А самое лучшее – трудотерапия. Самое лучшее лечение от всего – это трудотерапия. Работать по 20 часов в сутки, и тогда, извините, некогда будет сопли лить, что кто-то ушел, или кто-то там бросил, или какой там он, и все прочее. Просто на это не будет времени. Трудотерапия – самое лучшее лекарство на нашей планете. Ну, каждый решает сам. Так, сейчас мы начнем расклад. Расклад будет называться «Разговор с душой вашего любимого». С чего мы начнем? Давайте мы начнем с того, какой он вообще сам по себе человек, какой вы. Если это подходит, смотрим дальше. Не подходит – не смотрим. Это общий расклад для тысячи-тысячи людей. Один вариант. То есть здесь будет то, что подходит описание человека, подходит описание ваше, подходит начало, о чем я говорю. Значит, это действительно ваш расклад. Вы можете смотреть все общие расклады, что на один вариант, что на несколько вариантов. Их сходимость, когда они действительно отличные, примерно 60%. Это все нормально. Потому что у кого-то чуть-чуть так, а у кого-то чуть-чуть так. Точно, с точностью до мелочей быть, конечно, не может. И опираться, еще раз говорю, опираться на общие расклады, которые показывает мастер в Ютубе, и не только я, нельзя. Это не личное. Это просто как реклама мастерства. Гадалки, ведуньи, ведуна, колдуньи. Как хотите называйте. Смысл от этого не меняется. Только лично, на личном приеме, можно четко определить, что у вас. Мои контакты. Вот на витрине, на витрине, говорю, на экране, плюс 995-593-36-95-44. Для вайбера, ватсап, и только писать смс. Никаких звонков, только для вайбера и ватсап. Плюс сначала ставите, потом все цифры. Те, которые не знают, что есть международный код написания телефонных номеров. Плюс потом все цифры. Также мои контакты все в описании под видео. И в прикрепленном комментарии. Кому нужны расклады, какая-то помощь. Потому что я говорю, что я от таких сил, которые убирают шайтанов, бесов, я делаю чистки и помогаю людям начать свою жизнь как бы с белого листа. Чтобы ненужные дырки в вашем энергококоне убрать. Эти дырки закрываются, и дальше вы начинаете жить своей жизнью. Уже вы хозяйка своей или хозяин своей судьбы. Это как раз чистки, это открытие дорог. Это снятие одиночества, блоков. Это просто смотрится, и при чистках, это все чистки делаются. Просто при чистках делаются определенные различные методики. Каждого клиента, как я говорю, пациента свое. Ну, а теперь переходим к раскладу. Разговор с душой вашего любимого. Успокоились. Представили с открытыми глазами своего любимого. Или смотрите на его фотографию. Можете, любимого человека, о котором хотели спросить. Представили. Ни о чем не думаете. Все мысли ушли. И вы смотрите только на изображение, или то, которое вы представляете в своем мозгу этого человека. Только он, и называете только его имя. Имя. Смотрите в глаза, или на фотографию в глаза. Представляете и говорите. Хочу поговорить с твоей душой, любимый. Что у тебя там внутри? Что у него внутри? Давайте посмотрим. Ну, давайте смотреть, какой это человек. Мужчина. Так, сейчас не очень я понимаю. Хорошо. Сейчас мужчина. Знаете, тут такой мужчина, который все время почему-то ходит по лезвию бритвы. Все время как-то очень осторожный с одной стороны, но вот вдруг рискнет, так рискнет. Ну, вот он, наш дорогой, любимый мужчина, который какой-то женщиной запертый внутри, изнутри. Он не свободный. Это не обязательно может быть женатый мужчина, может, что-то покажет, пока не показывает. Это мужчина, который, которого связаны одной цепью, заковали, перековали. То есть он, его посадили в какую-то определенную, говорю, тюрьму, клетку, башню. Это женщина сделала. А мужчина сам такой, вот понимаете, с одной стороны не очень уверенный, но если вдруг что-то, то как рубанет, и даже сам не ожидает, что он это рубанул. Ну, на самом деле человек такой не очень уверенный, поэтому вот эта женщина его посадила вот в эту свою какую-то конуренку. Что за мужчина? Ну, да, вот здесь вышло, что у большинства это будет или вместе живут, или это женщина, его жена. В крайнем случае это может быть мать, потому что здесь идет договор, контракт. Что у нас за мужчина? Что у нас за мужчина? Ну, могу сказать, мужчина очень сексапильный, так он считает. Но могу сказать, что не такой уж и сильный в сексе. Это он так считает. На самом деле, так немножко замедлительный. Мужчина, который, знаете, он не любит вступать в конфликты, но получается так, что он эти конфликты создает. Создает какую-то неприязнь. Хотя мужчина очень симпатичный. Какой мужчина? Ну, мужчина любит праздники и отдых. Потому что здесь он все время как в клетке, а вот вырваться бы как. Вот вырывается. В праздники все устроят. Однодневные китайские презервативы. Мужчина очень, я говорю, он не уверенный, а на самом деле показывает, что какой я. У него такая завышенная самооценка, что он такой красавец, он такой мужчина. Могу сказать, что у этого мужчины деньги появляются. Не то, что он вообще без рубля, без копейки. Если у вас мужчина абсолютный ноль в деньгах, то это нет. Здесь у мужчины или он по карьере поднимается, или у него бизнес. Но деньги у него какие-то есть. Он не совсем гол, как сокол. У некоторых выйдет, что на расстоянии этот мужчина с вами. А у некоторых выйдет, что просто мужчина любит кататься. Но саночки возить он не очень любит. Давайте еще, потому что как-то не очень характеристика. Да, я говорю, мужчина, который или у некоторых на расстоянии вас разделяет действительно стена, гора или что-то. И мужчина, который около себя создает всегда трудности. А эти трудности связаны вот с этой женщиной. С этой женщиной, коброй такой женщиной. Она дает вот эти трудности, неприятности, непреодолимые какие-то проблемы. Из-за нее эти проблемы у него. Но он их заслужил, да. Потому что это идет как бы ближе к дому или ближе к чему-то. И он пытается всегда выскочить, какие-то перемены. А что-то как-то не очень получается. Потому что очень неуверенный человек не может. Вот где-то он может рискнуть, а в личной жизни нет, он не рискнет. Это для него очень сложно. Вот пусть как будет, так будет. Как будет, так будет. Сам не знает. Вот понимаете, как будто человеком... Да, управляют человеком. Вот такое ощущение, что как будто человеком управляет. Управляет вот эта вот женщина. И давно уже управляет. Не вчера. Давайте хорошо посмотрим, а вы кто? А вы кто? Что вы за женщина такая у нас? Если смотрят мужчины, то наоборот смотрите. То есть это вы, а там будет женщина. Так, вы какая у нас? Вы какая у нас? Да, тут что-то у вас. Знаете, вот некоторых, вот именно на данный период, вот что-то происходит в жизни, что вы как-то точку опоры, что ли, не можете найти. Или у вас есть сейчас какие-то вещи, которые нужно решить, а вы еще четко внутри не определились. Вот что надо конкретно делать, вот это или вот это, прямо пойти, направо пойти, налево пойти. Вы сейчас стоите перед каким-то выбором. И в голове так, что вы не можете сообразить, а перед каким выбором-то я стою, ну что мне делать-то, ну кто бы мне подсказал. Ну хоть бы какая-нибудь колдушка-ведушка подсказала. Нет, тут решение нужно принять вам. Тут стоит перед... Вот вы сами, да. Вы сами. Тут вот он не вышел, а вы-то вышли. Он, потому что неуверенно, его закрывают. И вы стоите перед выбором-то сейчас так. Но могу вам сказать, что выбор вы сделаете правильный. Или уже решили, что надо будет делать так или так. И вы поступите именно так. Кто-то скажет, все, я разложусь. Кто-то говорит, что я уезжаю, и новая работа. Кто-то говорит, я открываю бизнес и буду делать в таком-то направлении. У каждого свое. Но здесь решение вы найдете. Что могу сказать про вас? Вы женщина, которая открывает сердца людей. Вы женщина, которая может открыть сердца людей. У вас ключ в руках от сердец людей. Не ваше сердце, а вы открываете сердца людей. Вы несете такую теплоту, потом за это получаете ответный удар. Потому что, запомните, те, кому мы делаем благости, обычно не отвечают благам. Они обычно наоборот. А вот за то, что мы кому-то сделали очень хорошее, помогли людям, если они просили, то совершенно от других людей придет от Вселенной вот это благо. А вы умеете, вы женщина, которая умеет любить, которая умеет открывать сердца. Ну, могу сказать, что на данный момент, да, сердца, и вот это у вас так по роду, у вас по-женски по роду такое, что женщины, женщины такая интересная, женщины, возможно, обладающие какими-то, какими-то дарами от рода, талантами и дарами от рода. Но могу сказать, что с мужчинами вот у вас, это и по роду у вас так, что с мужчинами что-то не все в порядке. Вот вы такая женщина, от которой мужчины или просто вот тяжело в отношениях, или мужчины, ну, у некоторых даже могут уходить в мир иной, а у некоторых просто уходят. А знаете почему? А потому что они не выдерживают вот этой силы, силы любви. Они не готовы к этой силе любви, потому что появляются мужчины, которые хотят забрать у вас все ваши ресурсы, ничего не отдавая взамен. И поэтому они уходят, отходят, или вы от них отходите. Но здесь мужчины вот как-то вот и уходят. А потому что вот на самом деле приходит вам, вот это проверка, наверное, вот вселенной. У вас такая женщина, вы с талантами, с даром каким-то очень интересным, который по роду идет. Это проверка, это ваша проверка на вашу прочность. Поэтому вам даются даже такие мужчины, чтобы вы помогли им подняться, его душе подняться выше. Да, вам потом тяжело, вам потом больно. И даются вот такие вот незрелые какие-то мужчины. Но зато могу сказать, что таким женщинам, как вы, как бы не было там с мужчинами, но вам дается разрешение иметь ребенка. Иметь ребенка. Ну, женщины, которые имеют таланты, очень часто в семейных делах, они не очень счастливы в личной жизни. Но зато им позволено иметь детей. И тут мужчины как-то отходят от вас. Вам тяжело, потому что вы часть сердца, часть души отдали. Ну, запомните, это не просто так. Вам отольется это в ваших детях. Это детям придет от вселенной благодать, благодарность за ваши действия. Что вы еще за женщины? Интересно, как вы? Да. Женщина, которая может общаться с людьми, и около нее много будет людей, или работа такая, или она оратор, или блогер, это без разницы. То есть женщина, которая умеет воздействовать на людей, а также и на любых партнеров, как партнеров сексуального характера, так и партнеров по работе и коллег. Умеет привлекать к себе. Что еще? Вот знаете как? Но очень часто такие вот вопросы, которые касаются не личной жизни, а жизни, как я говорю, общественной, на работе, допустим, то вам это дает такое, что очень много трудностей. От вас, знаете, от вас отходят люди с черной душой. А вам кажется больно, почему они отходят, или говорят, что вы такая злая. На самом деле, эти люди с черной душой просто не выдерживают вашего света. Кому подходит характеристика, пожалуйста, дальше смотрите. Будем смотреть дальше. Да, вы женщина, которая умеет выйти из разных ситуаций, которые даже когда крылья обрежут, но она полежет эти крылья и взлетит так высоко в небо, где яркие звезды и ангелы охраняют ее и ее детей. Интересный какой расклад у нас начался. Хорошо, а теперь мы будем смотреть на самого мужчину. Я дала характеристику, а теперь мы смотрим на мужчину. Будем разговаривать с его душой. Еще раз представили этого мужчину, еще раз представили. Смотрите, если вы представляете изображение. Это у меня кошка чихнула. Значит, все правильно. Раз кошка чихнула, расклад верный. Расклад Вселенная говорит нам истину. Представили еще своего расчеловека. Смотрите глаза в глаза, называете имя и говорите. Я хочу поговорить с твоей душой. Что у тебя там внутри вообще? Что у тебя внутри? Что у тебя там скрыто? Что я не знаю? Похожий расклад под другим названием есть на втором канале. Потому что мы разговариваем с душой то, что вы и другие люди не могут знать или чувствовать. Это можно только по фактам еще определить. Хорошо, начинаем. Что у тебя на данный момент сейчас? Абсолютная ложь. Ну, ложь-то вот она откуда. Знаете, мужчина заврался до такой степени, он все время врет. Он живет во лжи. Все время врет. С его душой. А как разговаривать с душой, которая все время врет? А врет он и во лжи, потому что рядом с ним вот эти две женщины. Эта женщина еще есть, вторая. Может быть, это жена там и мать. Может быть, какие-то другие конфигурации у вас, это общий расклад. Что у него сейчас абсолютно полная ложь. Ложь. Человек живет в фальше во лжи. В очках каких-то ходит. Очки уже, знаете, уже такого цвета черного, что ничего не увидишь. Все время в какой-то темноте и во лжи. Ну да, тут постоянно, то есть, постоянно здесь какие-то треугольники. Здесь все время какие-то разборки, что у него сейчас. С этой женщиной у него не совсем гладко. Показывает он, что все вроде бы как внешне гладко. На самом деле это просто маска, фальшь. Хорошо, давайте поговорим о том, что он все время в мыслях, в каких-то думах, в каких-то затуманиваниях каком-то. Понимаете, как будто человек сам не свой. Живет во лжи. Сам все время врет. Ему все время врут. Вот человек все время во вранье. Он уже даже привык. Могу сказать еще одну такую странную вещь. Может быть странная. Мы переходим в пятое измерение. И теперь уже все люди, которые будут во вранье жить, их всех будут забирать. Они не смогут уживаться. Сейчас пришло время. время правды. Их будут забирать. Давайте посмотрим, а что ты все-таки хорошо. Мы разговариваем с твоей душой. Я спрашиваю тебя, я говорю от себя, как бы, то есть спрашиваю, а обо мне-то что ты думаешь? Ну, здесь у многих может быть разрыв. Знаете, что как будто, что он думает? Что отрезали, вы его подарок были. Вы были подарок судьбы. Отрезали, отрубили, умертвели. Он, наверное, такое ощущение у него, что все, ну все, ничего не будет, потому что вот подарили подарок, так он радовал его, как маленького ребенка. А потом взяли и опять забрали. Что он о вас думает еще? Он еще понимает, что вы та женщина, которая может добиваться своих целей, которая может зарабатывать деньги. И еще он думает, знаете, что о чем? Его душа. Что вы давали ему карьерный рост. И сейчас, даже если вы, вот кто смотрит расклад, не вместе, то вот эту энергию вы давали, и этой энергией он живет сейчас. И то, что он сейчас добивается, то это за счет вашей энергии, той привязки, которая еще осталась. Отрезайте, девочки, не надо пользоваться, не надо пользоваться чужим. Свою не отдам, чужую не возьму. Вот это главная пословица жизни. И вы не отдавайте. Отрезайте эту привязку. Что его с душой, да? Вот чтобы там не было какая-то другая женщина, есть с ней отношения, есть ли что-то, там одно вранье, он на него действует, его закрывают, его закрывают и от вас. А что он думает, что его в душе, да, в душе, вот эта любовь истинная, которая была, вот первый раз почувствовал, что женщина может так бескорыстно как бы любить, просто любить, отдавая себя. Что у него в душе? В душе, да, он понимает, он хотел бы вас увидеть, приехать, если далеко, он понимает, что вас отдалили, а у него одно желание, у него желание не просто вас увидеть, а именно прижаться, обнять и получить эту силу еще раз. Что у него в душе? Вот знаете, я не могу сказать, что раскаялся он за содеянные какие-то поступки по отношению к вам, но я могу сказать, что человек-то этот вор, вор, вор души и тела заодно, человек вор, и он это понимает, что вот раскаяние, не раскаяние, но он понимает, что он совершил какую-то огромную непоправимую ошибку по отношению к вам. Раскаяния я у него как-то не вижу, он пытается отгородиться, понимаете, он пытается отгородиться, ну, все так и живут, и я так буду жить, все равно. Что еще у него? Знаете, вот те, кто расстались, вот мы смотрим расклад, то человек здесь ушел, вы знаете, как осел, недоделанный. Он вроде бы забрал, да, вашу энергию, вашу силу. Извините, у нас тут за окнами дети так играют. Но ничего не получил, потому что он ушел как тупой осел. Ушел, отошел, или вы его выгнали, или сейчас конфликт какой-то, не солоно хлебавши. И оказался он вот в этой тюрьме, там его закрывали и окончательно закрыли. Но запомните, я вот в начале расклада я говорила, если мужчины уходят не от нас, мужчины уходят, мужчины уходят не к ним, мужчины уходят от нас. И ангелы, значит, говорили, нужен, да, был этот мужчина для чего-то, чтобы вы вот так вот в рост поднялись, понимаете, чтобы вы поняли, кто вы есть, что вы не просто королева, а может быть, даже повелительница вселенной и одна из фрейлин, повелительницы главной вселенной, одна из фрейлин жрицы, а здесь человек полностью закрытый, что у него в душе, а душа-то у него, понимаете, вот сердце каменное какое-то, не пробьешь, каменное сердце. Он его все время закрывает, от всех закрывает, веселится и ликует весь народ. Врем и врем, врем и врем, и во вранье живем, и во вранье помрем. И здесь, может быть, очень хорошо, что вы прошли какой-то этот путь с этим человеком, и вас отдаляют, или вы уже отдалились и ушли, только для того, чтобы именно вы стали той, вот видите, какой светлой вперед. Вы та женщина, которой нужен, вот говорю, вы фрейлина, или, не буду говорить повелительница вселенной, это все-таки выше, фрейлина, повелительница вселенной, и вам нужен тоже из такого же сословия и под таким же, с такими же духовными данными мужчина, а это нет, это застрявший на копчиковой чакре, так он там и будет. Деньги, власть, бабы, бабки, ничего. Он там застрял, сидит, начинается у него, сейчас я вижу, что у него в душе, у него не хватает теперь энергии, да, и могу сказать, что у него есть какие-то заболевания на данный момент идут, заболевания могут связаны быть с сердцем, а также с половой системой, потому что здесь связано с любовью, еще у некоторых получается, что человек собирается что-то продать или купить из недвижимости, может построить, но пока еще не решил, что у него в душе, еще могу сказать, что вот от этой женщины у многих ребенок есть, и у этого ребенка начались какие-то проблемы, это все расплата, что у него в душе, он очень переживает за это, а еще что-то, еще чтобы дети были, как-то не очень выходит у них с ней, что еще у него, да, на любовную чакру у него поставлен просто вот замок, на любовную чакру поставлен замок, то ли тут мудруют, колдуют, то ли просто воздействие, жизненные такие обстоятельства, но у человека закрытое сердце, каменное сердце, что у него в душе, он о вас вспоминает, потому что это была какая-то любовь, а сейчас все закрыто, и если вы расстались, да, если вы сейчас в паре, то у человека закрытое сердце, вот к нему не пробьетесь, тут идет то, что такой союз, который, ну, который надо завершать, урок пройден, вы становитесь выше, поднимаетесь выше, умеющая, понимаете, распятием, вот тут так вышло, кто-то смотрит меня и мусульмане, неважно, умеющая распятием уничтожить всех мерзких, омерзительных сущностей, ненужностей, вот понимаете, вот как будто вы берете распятие в руку, и вот огонь пылает и уничтожает, это образно, я говорю, вероисповедание может быть разное, это просто вот, что вам дают, дар какой вам дам, какую силу вам дают, ее нужно направить в правильное русло, кому в карьеру, кому действительно в помощь людям, кому в чем, может быть, кто-то действительно будет доктором, будет лечить людей, это неважно, а у него закрытое сердце, сердце закрыли, печать на этом сердце поставили, какие-то одноразовые женщины у него есть, почему-то он вас вспоминает, что вы действительно как королева, да, вот понимаете, что вы вроде бы как королева кубков, та, которая умеет любить, в общем-то, может быть легкая с одной стороны, но в то же время вы та, которая, если что-то не так по вас и против истины, вы возьмете меч и просто разрубите, то есть и лед, как и брелет, и пламень, то есть и любовь, и страдания, и ненависть, ну, что у него сейчас, он думает о какой-то, возможно, дороге, и, возможно, думает о дороге к какой-то женщине совершенно не к этой, вообще любит куда-то поездить к каким-то женщинам, а на самом деле, что у него в душе пустое сердце, замороженное сердце, говорю, как печать на нем поставили, сердечная чакра, человек находится, понимаете, сам с собой в невладах, в постоянной какой-то депрессии, вот такой, вы говорите, как я говорю, серой краской все замазано, он пытается, рыпается, что-то делает, деньги даже зарабатывает, куда-то все, куда-то проваливается, что-то на них он получает, но какая-то часть денег куда-то просто уходит в никуда, ну, и что еще ты хочешь в душе, и он это жалуется, что, вот, знаете, как будто вас не хватает вашей энергии, чтобы он в таком состоянии не был, эта женщина не может ему это ничего дать, да, что у него в душе, если вы расстались, если вы на грани конфликта, или еще что-то, человек понимает, что он теряя вас, теряет все, он очень, у него, он вспоминает о вас, и вспоминает, можно сказать, со слезами, может он не плачет, мужчины не все плачут, но мужчины тоже плачут, просто не показывают, потому что у него полностью, все как бы разбито внутренне, он понимает, что обратной дороги нету, что вы его выше, а ему, а ему, вонючему пастуху, так скажу, и нужна свинарка, это вот его, а вы нет, вы выше, может быть, я кого-то обидела, не хочу обидеть, просто говорю, что тут каста не та, вы кастой выше, со словием выше, он рабочий крестьянской гвардии, так образно говорю, а вы, извините, из дворян, но это я образно говорю, чтобы вы понимали, просто вы выше, а он внизу, что он плачет, а потому что плачет, что вы, вы от дверей забрали ключи, я уже где-то такое говорила, а ключ забрали с собой, да, я говорю, у человека сейчас не очень хорошо со здоровьем, и вот, знаете, у него такое состояние, а я иду-бреду, не знаю куда, и пусть дорога сама приведет меня куда-нибудь, какое-то состояние вот внутреннее, духовное, нет, внешне показывает, улыбается всем, чего-то такое, на самом деле, такой уставший, как будто из него выпили все соки, тут, ну тут кобра выпила все соки, две кобры пьют соки, деньги, 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 давай деньги, давай деньги, давай деньги, это же смех, я честно, вот так она как-то смеется, ну могу сказать, что разговариваем с душой, жалко этого человека или нет, но у человека идет все к полному разрушению, потому что он сам себя разрешил сделать дураком, этим дураком он сделался, по душам, да, тут четко идет разрыв с вами, сейчас или вы уже разошлись, полный разрыв, но здесь человек потерял то, что дается всего один раз в жизни нашей, один раз, этот человек не сумел сохранить, и вероятность восстановления, тут если тут скажут, а можно там как, да нет, тут все равно идет разрыв, это просто отработка вселенной, потому что вы в его сознании, в его душе, женщина, которая умеет и зарабатывать деньги, и печь пирожки, и стирать носки, и воспитывать детей, женщина, которая есть действительно королева, вот понимаете, королева, статус такой, ну давайте посмотрим, прямо, хотела тут посмотреть, вот сейчас просто на этих картах посмотрю, а чего же он получит, вот все это вот идет, тут идет разрушение у человека, разрушение, и здоровье тут нехорошо, хотя сам мужик-то вроде неплохой, он не, знаете, он не уверенный, и он не стал ни с чем бороться, а в жизни надо бороться, в жизни надо достигать чего-то, а не так вот просто, иду, иду, как получится, так получится, злость, ревность, одиночество, здесь человек останется, как бы сам с собой, я не знаю, куда денется, вот это, кабрусечка, я сегодня даже как-то не шучу, потому что тяжелый расклад, тут человек остается один, с какими-то мыслями, мыслями о вас, это не о нам, что он упустил вас, вы были удачей, и вот он даже один, потому что вы, вероятность очень маленькая, что вы назад вернетесь в эту, какую-то непонятную карусель, непонятную, в какой-то, это как хуже ада, это непонятное, что было, вы отдавали сердце и душу все, а получили взамен аж растоптание какое-то, растерзание, потому что вы были его и любовью, и удачей, и останется один, да, все из-за вранья, неискренности, и вранье просто всех людей, которые, да, я уже говорила, людей, которые сейчас неискренни, которые постоянно врут, их заставят или пересмотреть свою жизнь, или их будут забирать, и посмотрим одну карту, просто вот такой вот человек, он неплохой, он неплохой сам по себе, он хороший человек, в общем-то, но пошел не той дорогой и решил, что идти дорогой трудно, и не его задача, ему вот что-то полегче, что в душе, а в душе у него постоянно, он почему-то, как бы он ни боролся, он в душе очень хочет, хочу тебя увидеть, хочу к тебе приблизиться, хочу рядом быть с тобой, но уже все потеряно, потому что вы были единомышленники, это была встреча от вселенной, он ее упустил, все развалилось, исполнение желаний, да, понимаете, он об этом думает, но он понимает, что его же руками это было и сделано, может быть, это и вы сами поступили, но его руками, его поступками, вот что говорит с душой, я не могу, вот видите, вот здесь в картах не показано, раскаивается ли он, но сожалеет, да, он никому не признается, что, например, или даже вам, что он виноват в том, что происходило, нет, он даже может при встрече как-то нахамить, или как-то вот вальяжно себя вести, на самом деле, в душе совсем другое, вот такая у него в душе, гвардистик-то, великие фрейлины, повелители вселенной, повелительницы вселенной, тут действительно, женщина такая, внутренняя, высокая какая-то, которая очень большие задачи и вселенная дает вам, вот кто эту женщину, кто вот загадывает, кто смотрит, на вас возложены очень высокие задачи вселенной, идите в свет, пятое измерение пришло, идите в свет, помогайте людям, созидайте для планеты Земля, вы та женщина, которая дает огромную силу, любви, любви не просто между мужчиной и женщиной, а силу любви, вот это излучение тепла на других людей, вам дано, вот это вам дано, удивительный расклад, вот даже не ожидала, вот такой у нас был расклад, кому понравилось, подходит, ставьте пальчик вверх, лайк, пишите комментарии, прошу вас, ставьте лайки, если вы открыли канал, вот я открываю канал, я сразу ставлю лайк, мне еще даже не посмотрела толком, даже если мне не понравится, я этот лайк не снимаю, потом из понравившихся, можно удалить, но тогда лайк не удаляется с ленты этого человека, которому вы поставили, а понравившихся, понравившихся, вы можете потом удалить, когда вам не нужно будет, подписывайтесь на второй канал, ссылки на второй канал, есть под видео, в описании, а также в прикрепленном комментарии, а также в конце, вот сейчас я заканчиваю, в конце будет аватарка, такая темноватенькая, там тоже я, написано по-английски, Vivienne Vivienne в сердечке, нажимайте, и сразу перейдете на второй канал, подписывайтесь, давайте тоже поднимем тот канал вместе, я вам благодарна всем моим 121 тысяче подписчикам, что вы есть, и со многими мы действительно семья, всех вам радостей, счастья, улыбок, и как всегда, я смотрю в камеру, вы меня может быть и не увидите, я смотрю в камеру, и вам улыбаюсь, и посылаю тоже чуть-чуть энергии, и да будет так. Пока-пока, с вами была Vivienne, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok